Приветствую всех! После продолжительного перерыва выпускаем очередной ролик на неожиданную тему. В этот раз несколько отвлечемся от библиотеки Qt. Тема библиотеки будет продолжена в будущих роликах, а сегодня поговорим о возможностях языка C++. Так вышло, что последнюю пару-тройку месяцев я провел ревизию основательную своих знаний языка, вспоминал, что я знаю, что не знаю, и натолкнулся на интересный момент, о котором хотелось бы и поговорить. Думаю, что будет интересно не только мне на эту тему поразмышлять. Тема будет касаться операций копирования и перемещения языка C++, которые появились в 11 стандарте. Операции перемещения, конечно, появились в 11 стандарте, операции копирования были и раньше. И поскольку это одна из основных возможностей, таких передовых революционных возможностей, которая появилась, начиная с 11 стандарта и до сих пор активно развивается, конечно же, ее следует и нужно знать, использовать. Это первое. Второе. Оказалось, что в процессе ревизии у меня возникли вопросы к тому, как это работает. То есть мне казалось, что я это знаю, но возникли некоторые нюансы использования операций копирования и перемещения, о которых, собственно, я и хотел бы поговорить сегодня. Ну и для этого был создан проект, даже два проекта, которые демонстрируют, что из себя представляют операции копирования и перемещения и как с ними работать. Конечно, подробно разбираться с тем, что это такое, наверное, не имеет смысла. Можно прочитать в любой более-менее современной книжке или найти соответствующую статью в интернете. Мы разберемся, собственно, зачем появилась в новом стандарте операция перемещения. Стандарт уже далеко не новый, но будем называть новым языком C++ то, что появилось после 2011 года. И разберемся, чем отличаются и когда, в каких случаях вызываются операции копирования, в каких перемещениях, чем это плохо, чем хорошо. Поговорим на эту тему. Для того, чтобы продемонстрировать, собственно, основную концепцию операции перемещения и копирования, сначала вспомним про операцию копирования, которая была единственной до появления 11 стандарта, и посмотрим, что в ней плохо. Чтобы это продемонстрировать, можно написать, например, точнее, попробовать продемонстрировать, чем плохая операция копирования, можно написать, например, вот такой код. Здесь используется древний метод измерения времени работы тех или иных участков кода. Не будем пока на это обращать внимания. Нам достаточно его небольшой точности. Обратим внимание на то, что, собственно, происходит. Создается контейнер, вектор значений целочисленных, резервируется, чтобы быстрее было его заполнять. Заполняется в уикновенном цикле. Измеряется время всего этого, выводится на экран, в консоль. Далее выполняется операция копирования. То есть, вот присваивание идет. Здесь опять замеряется время. Вот, собственно, операция копирования. Вот она присутствует. То есть, создается копия элемента source. То есть, в этом случае у нас вызывается оператор конструктор по умолчанию. В этом случае вызывается конструктор копирования. Инициализируется новая переменная. И вот, если такой код написать, попробовать его выполнить, то, в общем-то, информация о том, чем же плоха операция копирования, нам будет непонятно. В данном случае она вполне себе хороша. Мы видим, что на создание вектора ушло, ну, условно, 340 миллисекунд. На копирование всего 2 миллисекунды. Это произошло потому, что мы использовали для эксперимента стандартный тип, скажем так, элементарный тип, и контейнер вектор, который сейчас достаточно неплохо оптимизирован. И новый компилятор понимает, даже в режиме компиляции дебаг, понимает, что у нас элементарный тип, что там никаких тонкостей в работе с ним не возникнет. И поэтому при выполнении операции копирования можно осуществить банальное копирование в памяти элементов. И таким образом операция копирования занимает чудовищно мало времени. Конечно, такой пример не демонстрирует, чем плоха операция копирования. Давайте попробуем написать другой пример. Например, используем вместо элементарного типа тип строковый стринг. Создадим вектор. Строк заполнять будем старым методом pushback, пока не говоря о современных методах emplace, поскольку мы говорим сейчас о копировании. Дальше будем об этом некоторое время еще говорить. Ну и чуть-чуть поменьше сделаем количество элементов в контейнере, чтобы не ждать долго. Пробуем выполнить код. Получаются уже сравнимые значения. 33 миллисекунды, 12 миллисекунд. И здесь уже видно, что операция копирования занимает время даже на таком количестве, небольшом количестве элементов, как даже здесь не 100 тысяч, а 10 тысяч. Но это все равно не до конца отражает проблемы, которые могут возникнуть при использовании операции копирования. И давайте попробуем понять, какие же проблемы все-таки могут возникнуть, и почему операция копирования так плоха. Дело в том, что если мы создаем сложный тип данных, в котором присутствуют сложные конструкции, которые усложняются в процессе работы с этим типом, то есть может оказаться так, что сложный созданный нами тип данных при создании конструктором по умолчанию он, в общем-то, создаётся достаточно быстро. Далее мы с ним работаем долгое время в нашей программе и периодически его дополняем какой-то новой информацией. Это приводит к постепенному усложнению внутренней структуры в памяти переменной нашего типа. И в какой-то момент структура может получиться достаточно сложной. И вот в этом случае операция копирования займёт у нас достаточное время. Причём время значительно большее, чем создание. Но для того, чтобы это продемонстрировать и одновременно не сделать пример слишком сложным, я подумал, что можно написать вот такой код. Пока здесь раскомментировать не буду. Вот такой класс, который называется Type. Некий условный тип, который содержит в себе множество элементов. Множество у нас содержит элементы не просто последовательно размещенные в памяти, а в бинарном дереве. Таким образом, заполнение этого множества занимает время. Но и копирование тоже занимает время. И всё равно здесь новый компилятор меня, скажем так, несколько подвёл. Потому что если создать вот такой тип данных, не обращая внимания на закомментированные строчки, в конструкторе по умолчанию заполнять множество, ну а все остальные элементы предоставить компилятору для реализации, такой тип данных, конечно, лучше подходит для нашего примера. Но всё равно, это пока закомментируем, но всё равно не вполне демонстрирует сложности операции копирования. Тем не менее, давайте посмотрим, что произойдёт. В представленном примере кода происходит инициализация конструктором про умолчанию нашего типа. Создаётся переменная типа. Дальше выполняется операция копирования. Создаётся переменная копии. И выполняется операция перемещения. Используется конструкция move. Сразу оговорюсь, я не буду вдаваться в подробности, что из себя представляет конструкция move. Это достаточно интересно, но не будем тратить на это время, делать повествование слишком длинным. Нас интересует, что получится. Какое мы затратим время. Попробуем выполнить раскомментированный код. Посмотреть, что происходит. И здесь мы видим, что в общем-то картина не изменилась с точки зрения соотношений. То есть операция создания множества у нас занимает больше времени, чем операция копирования. Я подозреваю, что это тоже из-за того, что наш современный компилятор очень хорошо работает с такими примитивными конструкциями, для него ставшими примитивными, как бинарные деревья, множество реализованные с помощью них и так далее. Чтобы все-таки усложнить задачу и продемонстрировать, что такие сложные типы бывают, мы создадим свой конструктор копирования. нашего сложного типа. Мы хотим сделать тип сложным. И проведем копирование вручную, выполняя операцию цикла по ссылке константной на другое множество, которое придет нам для копирования. и вручную заполняя наше множество операций insert. Такой вызов продемонстрирует нам, во-первых, как в данном случае специально добиться увеличения времени на копирование, а с другой стороны продемонстрирует нам тот факт, что не всегда такие операции копирования вручную эффективны с точки зрения использования конструкции языка. Как мы увидели в предыдущем запуске программы, конструкция по умолчанию, копирование по умолчанию множества set работает быстрее, чем мы вручную в цикле это делаем. Это немаловажный опыт для нас. Но тем не менее, наша основная задача посмотреть, добиться появления сложного типа у нас в программе. Запускаем в очередной раз операцию копирования и видим, что теперь операция копирования, здесь строчки выводят нам время, которое было потрачено, содержит точнее информацию о времени, которое было потрачено на создание, первая строчка множества, 2 секунды, копирование, примерно 2,5 секунды, перемещение и ужас тоже 2,5 секунды. И здесь логично задаться вопросом, а в чем же тогда преимущество новой операции перемещения, которая у нас появилась в новом, в кавычках, языке. Посмотрим повнимательнее на наш код и постараемся вспомнить о том, что говорят нам правила стандартизации, оговоренные в стандарте. Правила оговоренные в стандарте говорят нам, что если пользователь сам объявил конструктор, явно объявил конструктор копирования, то компилятор автоматически удаляет конструктор перемещения для этого типа. А это значит, что конструкция move, которую мы здесь использовали, она все равно приведет к тому, что будет выполнена операция копирования. Это вот первый немаловажный нюанс использования операции перемещения. То есть он говорит о том, что конструкция move не гарантирует того, что будет выполнено перемещение. Более того, конструкция move вообще ничего не перемещает, но это подробности, о которых сегодня мы говорить не будем. Итак, для того, чтобы нам продемонстрировать все-таки преимущество операции перемещения, давайте явно сообщим компилятору, что нам операция перемещения все-таки нужна. Для этого объявим конструктор перемещения, но и не будем его реализовывать. Скажем компилятору, пусть он нам выполнит операцию, сам реализует операцию с помощью ключевого слова default. Это сделаем. пробуем еще раз запустить. Что-то у нас пошло не так. Пересоберем проект. И пробуем его запустить еще раз. Вот теперь все прошло удачно. И мы видим, что операция перемещения не занимает вообще нисколько времени. Но на самом деле это не совсем так. На самом деле это не совсем так. Здесь 0 миллисекунд у нас выведено, потому что, в общем-то, наши возможности по измерению времени работы, использующие старую конструкцию CLOCK, они ограничены. Скорее всего, все-таки операция, даже выполненная, оптимизирована по умолчанию, она займет некоторое время. И, конечно, она будет, собственно, зависеть от того, что будет реализовано вот в этом конструкторе перемещения. Как тот, кто реализует класс Type, выполнит, насколько оптимально он выполнит операцию перемещения. И вот эта вот оптимальность, она повлияет на то, на время работы операции перемещения. Итак, мы увидели, что новая операция, которая появилась у нас, начиная с C++11 стандарта, действительно показывает чудеса скорости, как по сравнению с созданием элементов, так и по сравнению с копированием. Но я говорил о нюансах. А это значит, что все-таки, наверное, чем-то она плоха. Это первое. Второе. Нельзя рассматривать, как я уже несколько оговорился, нельзя рассматривать слово Move и вообще саму операцию Move, перемещения, как чистой водой перемещения. То есть не значит, что, собственно, переменная Move становится, вернее, переменная Source становится переменной Move. И вот давайте об этом сейчас более подробно поговорим. в первом проекте, который мы сейчас рассматриваем. Для этого попробуем раскомментировать следующий код. Что он делает? Значит, первые две строчки, раскомментированные в данном случае, они сравнивают переменные, которые мы получили в результате вышепроделанных операций. сравнивают переменную Copy и Move и Copy и Source. Для того, чтобы это стало возможным, в типе Type присутствует реализованная оператор сравнения. Равно двойное, которое просто вызывает сравнение для внутренней переменной SetInt. то есть контейнер Set, содержащего элементы типа Int. Этого нам достаточно, не будем здесь вдаваться в подробности. И поймем, что в данном случае, то есть мы выполняем три операции, еще раз напоминаю, создание, копирование, перемещение и дальше пробуем сравнить, что у нас получилось в результате. Кроме этого, мы выводим в консоль указатели на соответствующие экземпляры класса Type Source, Copy и Move. Вот эта информация поможет нам дополнительно разобраться с тем, что же все-таки происходит у нас в случае с операцией копирования, в случае с операцией перемещения. Ну, с копированием, наверное, особо разбираться уже нечего. Это привычная для нас операция перемещения. Вот, давайте посмотрим подробнее. Собираем проект и запускаем. Имеем следующие результаты. То есть времена это уже привычные для нас результаты. А дальше получаем, что результат операции копирования и перемещения равны результаты. А вот переменная Source, которая была собственно у нас источником данных, почему-то не равна переменной копии. И вот ответ, чем может быть плоха переменная Move. Чего стоит опасаться. в общем-то, исходя из обыкновенной логики, исходя из названия, этот результат выглядит логичным. То есть мы вроде как переместили переменную Source в переменную Move. Но я сказал о том, что это не так, не совсем так, скажем так. был вызван конструктор. Конструктор перемещающий. То, что хранится у нас в Source, переменную Move. Move. А вот как он реализован? Для контейнера Set он реализован хорошо, нормально, без ошибок, но при этом глядим дальше на три строчки ниже указателей переменных. Все указатели явно выглядят валидными. Они не нулевые и идут достаточно подряд, потому что мы подряд инициализировали переменные в стеке. Явно видно, что у нас переменные существуют, они никуда не делись. То есть с одной стороны вроде как мы выполнили перемещение, с другой стороны переменные остались и вроде как никуда не переместились. Они вполне себе живы. Ну для того, чтобы нам разобраться, что же все-таки произошло, давайте попробуем отладиться. Поставим breakpoint на последнюю строчку функции main. Запустим тестовое приложение еще раз. и посмотрим, что из себя представляют переменные source, copy и move. Наиболее привычным для нас будут являться содержимые переменных copy и move. То есть здесь видно, что у нас размер вполне себе нормальный переменный копий. ну в данном случае он выводится в 16-ти речном виде, ничего страшного нет, видно, что он вполне себе нормальный размер, то есть как раз количество элементов равно 300 тысячам, если это перевести в десятичную систему. Аналогичный размер у нас ожидается в переменной муфт. Смотрим, да, действительно, 493E0, 493E0. Смотрим, элементы, вот они, можно поскролить, посмотреть все эти элементы, они все будут на месте. Причем, скорее всего, они у нас идут подряд, поскольку здесь в цикле заполнялись они у нас просто значениями типа int все все нормально, да, вот здесь они заполнялись, то есть от нуля или от единицы, скорее всего, да, от единицы элементы все присутствуют. Проверим еще раз, да, от единицы и далее до элемента 300 тысяч. А что же у нас содержится в переменной source? Смотрим. Она имеет размер 0. То есть переменная осталась, но при этом данные, которые здесь присутствуют, исчезли. И эта, эта операция, она очевидно зависит от того, как отработал конструктор перемещения. то есть именно в данном случае они всегда данные, которые хранились у нас во внутренней переменной класса data, представляли собой set, физически были, остались на том месте в памяти, где они были. а с точки зрения класса type, они появились в новом экземпляре. То есть так написан был хорошо оператор перемещения контейнера set, что данные в памяти остались на том месте, где были, но при этом никаких операций копирования не было выполнено. Все прошло хорошо. А вот переменный source возник новый экземпляр данных data m, размера 0. Опять-таки это так был сделан конструктор перемещения. Какой из этого можно сделать вывод? С одной стороны хорошо, что у нас такая возможность есть, можно перемещать данные. С другой стороны у нас возникает опасность, что невнимательный программист выполнив операцию перемещения попытается использовать переменную source. И дальше все зависит от того, насколько хорошо был конструктор перемещения написан раз, и насколько активно он будет использовать эти данные. В общем, результат может быть совсем любой. От падения программы до некорректной работы и искать строчку, содержащую конструкцию move может быть достаточно сложно. Это первое. Неприятность и опасность. То есть, если вы хотите переместить значение, то переменную лучше не использовать потом. Точнее, не лучше, а вообще использовать не следует. И второй момент, который мы выносим вот из этого примера, для себя конструктор перемещения он не бесплатен. То есть, он все равно занимает время, в данном случае время тратится на копирование указателя на соответствующую область памяти и на обнуление данных переменной source. То есть, по сути дела, вызова конструктора по умолчанию для класса, для шаблона set с типом int. то есть, все эти операции все равно выполняются и они расходуют время. Дальше все зависит от того, какие типы вы используете. Если типы дорогие, то даже вызов таких операций может повлиять на время работы вашей программы. И это надо всегда помнить. То есть, вот эта операция перемещения она не является бесплатной. Это второе, что требуется. Но, тем не менее, будем исходить из того, что все-таки самой дорогой операцией у нас является операция копирования. Возможно, операция создания дороже, зависит от типа данных, но в программах, где требуется оптимизация и работа, быстрая работа с данными без потерь времени на их обработку, как правило, создание добиваются того, чтобы создание оператора по умолчанию или создающий новый экземпляр данных оператор вызывался один раз. А вот оператор копирования и перемещения может выполняться несколько раз. То есть, мы поработали в одной функции с переменной, передали ее в другую функцию, вернули из функции и так далее. И выходит, что все-таки опасность использования или возникновения операции копирования, она для нас наиболее актуальна и хотелось бы ее избежать. И вот следующее, что мы посмотрим, это в каких случаях у нас вызываются копирование, перемещение при выполнении стандартных конструкций программирования на языке. Для этого переключимся на следующий проект. Останавливаем отладку и посмотрим, что у нас здесь в качестве примера. Здесь создан другой тип данных. Для определенности я его сохранил название Type. Тут некие служебные конструкции, о которых поговорим позже. Самое главное посмотрим на то, что содержит в себе Type с точки зрения конструкторов, операторов и так далее. Здесь создано достаточно большое количество разных конструкторов, которые в себе конструктор по умолчанию содержат. Конструктор преобразования типа, скажем так, пример преобразования типа, то есть передается другой тип в данном случае, указатель на сишную строку, либо, например, константная ссылка на стд строку. То есть это два примера преобразования типа в нужный нам тип Type. Конструктор копирования, конструктор перемещения, оператор копирования, оператор перемещения. Поскольку нам в данном случае нужно знать, когда и какие конструкторы вызывались, мы просто выводим в консоль строчку о том, что соответствующий конструктор был выведен и увеличиваем счетчики соответствующие. То есть у нас здесь созданы несколько статических переменных для конструктора по умолчанию, преобразования типов, копирования, перемещения. В данном случае эти счетчики не различают, был вызван оператор присваивания или копирующий конструктор, нам это не понадобится. счетчики у нас в глобальной области видимости обнуляются, а также существует функция вывода этих счетчиков, значение счетчиков в консоль и сбрасывание их в ноль. Функция выполняет два действия. Это служебная функция для форматирования вывода. Кроме этого сделано два служебных метода класса operate, которые называются одинаково, но один из них константный, другой не константный. Нам эти методы могут потребоваться для размышления на тему как что работает. И вот с таким типом мы попробуем поэкспериментировать что, где, когда у нас происходит, какие конструкции вызываются. для начала вот этот код нам пока не понадобится, хотя он не будет мешать, но чтобы вы не обращали на него раньше времени внимания. Для начала разберемся, что у нас все ожидаемо работает. Возьмем вот такую строчку. Здесь у нас через запятые создаются четыре экземпляра класса type. Вызывается конструктор по умолчанию. Вызывается преобразование типа из строчки. Вызывается копирование и перемещение. Убедимся, что у нас все нормально работает. Выполним сборку. Запустим проект. И убедимся, что все нормально работает. Сначала вызван конструктор по умолчанию. Дальше преобразование типа, копирование, перемещение. Все хорошо. В данном случае никаких проблем у нас не ожидалось, и их нет. Теперь начнем эксперименты. Для начала просто создадим переменную типа type. Присвоим ей значение строки. Если в лоб рассматривать эту строчку, в общем-то здесь опять-таки пока ничего нового нет. В старом языке было то же самое, но тем не менее давайте проговорим, что происходит. Создается переменная a, и она инициализируется значением test. Это значит, что вот эта операция равно, она не является в данном случае присваиванием. То есть сразу для переменной a вызывается конструктор преобразования типа. Это все равно, если бы мы вызвали конструктор преобразования типа вот такой. То есть это эквивалентные записи. Об этом часто забывают, но это важный момент. Давайте сейчас убедимся, что я все проговорил правильно. Запустим, посмотрим. Вот здесь у нас сначала была выведена строчка о том, что вызван конструктор преобразования типа и дальше у нас счетчик преобразования типа увеличился на единицу. Все хорошо, ожидаемо. И здесь возникает первый нюанс использования, который опять-таки пока еще ничего нового из стандартов начиная с 11 не привносит, тем не менее о нем тоже следует сказать, раз уж мы начали экспериментировать. Казалось бы, невинное изменение строки к такому, вернее, кода к такому виду так часто любят писать программисты, которые большее время программировали на языке C и потом решили, что C++ это то же самое, что язык C, только с классами. Вот такая конструкция может привести к серьезным ухудшениям производительности. Давайте посмотрим, что получится. мы помним, что в прошлый раз у нас был вызван один конструктор преобразования типа. Здесь у нас сначала вызывается конструктор по умолчанию, дальше вот он конструктор по умолчанию, дальше вызывается создание конструктор, создающий новый экземпляр класса из строки, то есть преобразования типов, и дальше выполняется копирование одного экземпляра к другому, то есть один экземпляр присваивается другому, поэтому здесь вызывается не конструктор, а оператор. То есть в данном случае равно является тем, чем оно является. Это присваивание, а не инициализирование. То есть получается невинное изменение на одну строчку кода приводит к тому, что количество операций возрастает в три раза. Это, конечно, надо всегда помнить, но пока я, собственно, ничего нового про перемещение не сказал. Это, скажем так, для затравки. идем дальше. Допустим, да, в данном случае было вызвано именно копирование. Как нам сделать так, чтобы было вызвано перемещение? То есть если вернуть все назад, в данном случае у нас, как мы изначально написали, я напоминаю на всякий случай, что в данном случае все-таки будет у нас преобразование типа, но если мы, например, напишем вот так, так тоже вот эта конструкция нам ничего не изменит. То есть мы запустим, посмотрим, по-прежнему один вызов. А вот если мы начнем мудрить, то компилятор нас может не понять. Я сейчас честно говоря немного импровизирую, не предусмотрел такой вариант развития событий, но вот такой вызов с одной стороны вроде как мы захотели сделать лучше, то есть помочь компилятору сказать, что давайте мы вот не будем здесь выполнять лишних операций копирования, а переместим объект. Вот такое вольнодумство приведет к тому, что мы вызываем две операции. То есть желание улучшить ситуацию приводит к тому, что ситуация ухудшается. Компилятор без нас понимает, что нам нужно вызвать один конструктор и не нужно мудрить. Эта конструкция будет не лишней, если мы что-то создали переменную а. Дальше с ней что-то проделали вот тут какой-то сложный код и дальше нам нужно создать еще одну переменную б поместить туда результаты операции с переменной а. Да, вот здесь кстати для примера может помочь нам метод оперейт. допустим мы что-то проделали состояние переменной а изменилось мы это проделали не раз а дальше мы хотим этот результат отдать другой переменной по каким-то алгоритмическим необходимым нам причинам. Если мы напишем таким образом то здесь по умолчанию будет выполнена операция копирования что нам демонстрирует наш тестовый стенд то есть мы создали что-то там проделали в данном случае по умолчанию создали ничего там не присваивали никакую строку и дальше выполняется копирование вот в этом случае да будет полезна конструкция move которая сообщает компилятору что здесь нам неплохо все-таки переместить значение из одного экземпляра в другой но тут сразу надо помнить о том что экземпляр первый уже не содержит тех изменений которые мы здесь старательно выполняли он скорее всего в идеале будет заново создан как при вызове конструктора по умолчанию наверное это будет наиболее логичное поведение но не обязательно такое то есть мы можем как-то по-хитрому придумать вплоть до того что если у нас внутри реализации нашего класса будет содержаться указательно некоторые внутренние структуры он может быть нулевым стать нулевым после операции перемещения и это уже опять-таки может привести к тому что обращение к этим данным приведет к краху или к неопределенному поведению вот это первая особенность использования операции перемещения новых которые у нас появились то есть они хорошие удобные но имеют свои нюансы с присваиванием но все-таки давайте проверим что эти все рассуждения которые я сейчас выполнил действительно таковыми являются да сначала мы создаем дальше как-то оперируем с тем экземпляром который создан и дальше перемещаем все нормально пойдем дальше дальше мы посмотрим что же происходит когда экземпляры класса передаются вызовы функций функции мы используем постоянно часто без них жизнь трудна и скучна поэтому нам нужны функции рассмотрим первый вариант кстати его здесь нету поэтому напишем его заново допустим некоторая функция set которая принимает на вход опять-таки здесь мы используем старые конструкции языка но сейчас они будут не лишними вспомнить их будет не лишним вот такая функция которую мы пытаемся вызвать и возьмем вот такой вызов в данном случае у нас дебаг конфигурация стоит поэтому оптимизация вся отключена пустая функция скорее всего у нас нормально отработает ничего не случится запускаем да то есть у нас в данном случае что произошло мы вызвали функцию set в процессе вызова этой функции у нас был создан экземпляр класса type из строки test и этот экземпляр передан функцию по значению поэтому мы видим что вызван один конструктор создания экземпляра и больше ничего то есть дальше у нас здесь происходит некие простите действия допустим что в этой функции нам нужно выполнять какие-то дальнейшие действия и в том числе создавать новые экземпляры класса и мы создали новую переменную которой присвоили переданный параметр казалось бы в таком случае давайте посмотрим сразу что произошло должна вызваться операция копирования так у меня опять немножко возникли глюки и действительно она вызывается то есть никаких чудес не произошло я действительно предсказал верно вызвалась операция копирования то есть сначала возникает преобразователь конструктор вызывается конструктор преобразования типа дальше он присваивается локальной переменной но нам конечно это неудобно и как нам сделать так чтобы чтобы мы могли использовать хотя бы один из этих конструкторов и дальше с ним как-то оперировать ну например что-то вызывать используя экземпляр например вот так в данном данном случае по-прежнему у нас будет вызвано два конструктора и нам бы как-то от этого избавиться особенно вот от этой копии но здесь возможны варианты то есть если у нас не было операции перемещения если у нас был старый язык то единственные точнее два варианта было в данном случае ну можно сказать еще на третьем давайте попытаемся все перечислить первый вариант это не использовать локальную переменную если мы не планируем ничего менять сделать так как было в начале но при этом сделать константную ссылку для того чтобы можно было сэкономить на копировании зачем это надо вот если написать так то в данном случае у нас исчезнет конечно копирование внутри функции допустим посмотрим но сохранится копирование создание экземпляра от текстовой константы допустим что у нас эта текстовая константа где-то создана то есть например мы сделали следующим образом мы создали статическую константу присвоивали ей значение тест и дальше точку запятой забыл и дальше вызываем метод set передавая ему статическую константу причем вызываем ее несколько раз вот если выполнить такое такое чудо мы получим вызов функции все нормально но при этом операторов копирования у нас не происходит это по-прежнему старая информация то что было раньше как это делалось но у такого подхода есть недостаток такого подхода вызова функции которые которого избавиться было достаточно сложно в старом языке если мы напишем вот таким образом то переданное сюда переменная неизбежно все-таки то есть если мы сюда передаем текстовую константу неизбежно возникает вызов оператора вызов конструктора он неизбежно возникает а если ну то есть это получается с одной стороны такой универсальный метод сюда можно передавать и переменную и и константу и в одном и другом случае этот код будет работать и в этом его универсальность а недостаток его заключается в том что все равно мы не можем избавиться в данном случае от конструирования то есть оно все равно у нас возникает это конструирование и дальше если мы с этим что-то оперируем вот это вот конструирование оно нам будет мешать два других способа два других способа можно создать переменную и передавать ее внутри умного указателя это другая тема про нее здесь мы говорить не будем вот но таким образом мы избавляемся от операции копирования тоже правда у нас все равно вызывается конструктор копирования для умного указателя он все равно что-то стоит и такой предыдущий вариант с константной ссылкой он выглядит более предпочтительным можно сделать указатель то есть создавать объект динамической памяти и передавать его внутри функции со всеми вытекающими последствиями если указатель будет нулевым нужно добавлять проверку на нулевой указатель все это конечно ужасно неудобно и накладывает дополнительные ограничения на внимательность которая требуется от программиста на дополнительные проверки и так далее ну и вот искали варианты которые бы позволили нам все-таки избавиться от этих недостаток которые были перечислены ну и таким образом собственно и возникла операция копирования собственно второй раз у меня здесь уже код написан с константной ссылкой я его здесь раскомментирую что происходит когда у нас возникает вызов функции с перемещающей ссылкой статическую переменную я уберу оставим переменную а созданную и сделаем вот таким в данном случае у нас функцию передается ссылка она называется не универсальная ссылка это правосторонняя ссылка R-value которая предполагает что сюда у нас придет новое значение которому нельзя ничего присвоить это собственно определение R-value ссылки и собственно таким образом мы сможем с этой ссылкой безболезненно выполнить операцию перемещения для того чтобы продемонстрировать это дело я сначала уберу конструкцию move здесь уберу конструкцию создания переменной то есть вот здесь я буду вызывать оператор метод operate и здесь буду некоторый метод operate вызывать для понимания что происходит допустим ну точнее даже для придания реалистичности действия ну и здесь мы укажем что у нас происходило здесь у нас ссылка здесь у нас перемещение такой напишем код посмотрим что получилось что я сделал я написал два варианта один из них принимает некую константную ссылку другой R-value ссылку в каких случаях что будет вызвано посмотрим запускаем программу и видим что сначала у нас выполняется перемещающий вариант функции в другом случае вариант функции со ссылкой и самое чудовищное что происходит обратите внимание на количество на счетчике в первом случае когда у нас вызывается функция которая получает вроде как такую вот новую конструкцию которая должна работать быстро конструкция R-value ссылки что происходит у нас сначала создается один экземпляр класса из строки потом этот экземпляр ну здесь да к сожалению давайте немножко я здесь поторопился вот это вот вот этот счетчик он лишний то есть у нас здесь повлияло на статистику создание переменной давайте мы здесь переделаем вот здесь вот так раскомментируем все-таки два два вызова не так все страшно но тем не менее сначала у нас да создалась переменная а где-то и дальше у нас вызывается оператор преобразования типа и вызывается оператор копирования несмотря на то что здесь у нас вроде как R-value ссылка правосторонняя и здесь должно быть выполняться перемещение вот это важный момент о котором стоит поговорить часто есть такое существует мнение что если у нас внутрь функции пришла в результате R-value ссылка то значит можно спокойно писать равно все будет хорошо нет не будет более подробно наверное уже существуют статьи в том числе и на хабре про это дело то что вы внутрь функции передали R-value ссылки это ни о чем не говорит для компилятора эти параметры будут рассматриваться после вызова функции как левосторонней ссылки это важный момент который здесь демонстрируется более того давайте еще один эксперимент проведем попробуем посмотреть может быть нам код будет оптимизирован соответствующим образом и в конфигурации релиз будет что-то другое нет не будет все равно два конструктора вызываются и один из них копирование дорогой оператор копирования поэтому если мы используем новомодную конструкцию левосторонней правосторонней ссылки мы должны не забыть в случае вызова функции написать здесь оператор муж и вот тогда все у нас пройдет нормально и будет вызван оператор перемещения и тут возникает второй вопрос а чем нам мешала замечательная конструкция с константной ссылкой если посмотреть на результат ее вызова здесь вообще все по нуля ничего не копируется вообще все хорошо ну на самом деле это не совсем честно потому что вот эта единичка она относится к вот этому вызову то есть у нас сначала была создана переменная а где-то там наверху а потом она была передана функцию и все-таки она присутствует да если мы будем вызывать как я продемонстрировал несколько раз функцию set с константной ссылкой и у нас ничего не будет создаваться это конечно более предпочтительный вариант но он недостаточно универсален и вот об этом я хотел сказать вот здесь получается у нас все-таки присутствует локальная переменная мы с ней выполняем операцию если мы здесь поставим локальную переменную и попробуем выполнить такой же финт ушами связанный с операцией move ну а дальше уже с ней как-то оперировать внутри функции то нет все равно у нас произошло нормальное откомпилировалось откомпилировалось приложение но давайте попробуем его выполнить то есть я честно говоря ожидал что у нас компилятор скажет что так делать нельзя но все-таки все-таки приложение у нас выполнилось ну давайте посмотрим что происходит в случае когда у нас правосторонняя ссылка все без изменений но мы там ничего не меняли а в случае когда у нас вызывается функция с константной ссылкой у нас происходит все равно копирование и вот это еще один момент почему нам все-таки новая конструкция нужна то есть создание оно все равно происходит но даже если мы попытаемся выполнить перемещение с переменной которая является константной компилятор не справится с этим действием именно потому что сама операция move она не выполняет перемещение вот это важный момент то есть она лишь говорит компилятору о том что разработчик хотел бы это сделать это важный такой момент который следует учитывать и это важный момент который позволит еще разработчику запутаться в том что он делает таким образом у нас получается что вот эти две функции перемещения и копирования они друг друга дополняют то есть одна одну функцию удобно использовать в одних случаях а другую в других но надо помнить что если мы попытаемся внутри одной функции что-то поперемещать у нас это не получится то есть функция с константной ссылкой она хороша в том случае если нам не нужно брать вот это значение а только оперировать с внутренними какими-то данными этого класса возможно вызывать какие-то константные операции забрать информацию из него и в общем-то никуда дальше не отдавать то есть забрали дальше с ними сделали а если нам нужно передать дальше то в данном случае да лучше использовать правостороннюю ссылку есть еще один нюанс если мы попытаемся вот вызов этого метода использовать для созданной переменной то есть вот здесь закомментировав функцию с константной ссылкой таким образом собрав проект у нас не получится собрать проект потому что вот эта конструкция может использоваться только с правосторонними ссылками а правосторонние ссылки это те которым нельзя происходит значение каких нельзя написать равно и это не константные значения ну точнее как они в данном случае формируются из константы но сами по себе значениями константными не являются то есть в данном случае это правосторонняя ссылка для нее функция set может быть вызвана а здесь не получится ее вызвать и здесь как раз нам поможет конструкция move она поможет но при этом мы должны помнить что переменные а после этого уже использовать нельзя поэтому я и говорю о том что функции должно быть две есть прием который позволяет объединить эти функции использовать в одном случае одну функцию в другом случае другую функцию про этот метод я тоже говорить не буду поскольку про это уже сказано написано мы здесь разбираемся с тем что уже написано с нюансами в частности и опять-таки на хабре про это были статьи про так называемые универсальные ссылки можете посмотреть и страус труп про это писал но тем не менее то есть то что мы должны вынести вот из этого из этих конструкций каждая из функций хороша для своих задач и должно быть либо две либо объединенная у которой тоже есть нюансы и недостатки теперь посмотрим что происходит наверное самое интересное что происходит когда нам надо возвращать значение из функции для этого напишем другие функции которые возвращают значение назовем их get вот они уже написаны одна функция у нас создает локальную переменную что-то с ней делает и возвращает значение другая функция принимает значение откуда-то извне возможно да с ним тоже что-то оперирует и передает дальше и попробуем вызвать эти функции смотреть что-то что получилось значит я все-таки для начала сделаю конфигурацию отладочную где нет оптимизации кода это важно в данном случае запустим посмотрим что произошло так что контроль f5 не работает смотрим итак в первом случае у нас вызывается преобразование типов потому что здесь объект создается из строки и дальше происходит перемещение автоматом вот это момент первый такой интересный то есть казалось бы все все здесь нормально и в общем-то никаких нареканий не может быть здесь вызвано но мы помним пример с получением значений функции здесь нам пришлось писать конструкцию move почему же здесь ее тогда писать не нужно потому что значение которое мы возвращаем оно здесь перестает существовать то есть оно является локальной переменной когда ему мы возвращаем из функции где-то оно сама по себе является правосторонней ссылкой а значит представленная здесь строка это вполне себе может быть реализовано с помощью перемещения то есть справа у нас правосторонняя ссылка а значит можно вызвать конструктор перемещения все хорошо оказывается но все-таки некие сомнения закладываются и вот для меня наверное это была одна из самых сложных конструкций хотя вроде как все если так вот все проговорить все нормально но первое время я периодически здесь есть и вы кстати это можете в роликах видеть я писал вот так чтобы успокоить себе нервы ну вот так вот вроде как я перемещаю принудительно хотя в общем-то наверное здесь это является перестраховкой и в общем-то пример это демонстрирует более того в предыдущем проекте мы видели когда использование не обдумывая конструкции move оно вообще говоря усложняет жизнь и может несколько замедлить работу кода поэтому все-таки внимательно еще раз надо смотреть и держать в голове что из себя представляет конструкция перемещения в данном случае все нормально происходит перемещение без дополнительных конструкций так перемещение во втором случае у нас тоже происходит перемещение почему потому что с одной стороны вроде как это переменная да после того как она попала в функцию она является левосторонней когда она возвращается за из функции она перестанет существовать значит можно выполнить операцию перемещения и в общем-то компилятор за нас это сделает если мы например сделаем вот так то обращая внимание на предыдущие наши примеры мы вспомним что здесь по умолчанию произойдет копирование и мы себе усложним жизнь если здесь будет написано move то в общем-то казалось бы все хорошо давайте посмотрим но на самом деле не все хорошо потому что уже будет вызвано два оператора перемещения в большинстве случаев ничего страшного в этом нет два оператора перемещения они скорее всего будут достаточно дешевы но если вдруг мы написали эти операторы плохо или если их нельзя написать хорошо так чтобы они были дешевы все-таки это может повлиять на быстродействие а все-таки перемещение в новых стандартах c++ это все про быстродействие если нам не нужно быстродействие мы работаем с передачей аргументов функций по значению с возвратом функций по значению все отлично можно не переживать а если все-таки нам нужна оптимизация значит мы говорим про перемещение и значит все то что мы сейчас проговорили актуально поэтому циферка 2 здесь в эксперименте это нехорошо так что в данном случае важно с чем мы оперируем здесь кстати да и присутствует неисправленная строчка то есть если нам можно обойтись параметром функции писать вот так а не вот так то лучше сделать так с оперировать и дальше отправить значение по назначению извините за каламбур здесь возможно кто-то ожидает вот такую конструкцию возможно он ее даже знает ну она даже выглядит более вот такую конструкцию кто-то ожидает но здесь ее не нужно также указывать эта конструкция применяется если мы оперируем с универсальными ссылками опять-таки отсылаю вас по универсальным ссылкам на дополнительные источники если вдруг возникнет необходимость можно разобрать но я думаю не возникнет вот поэтому в данном случае она есть эта конструкция ее можно использовать но в данном случае она лишняя что еще здесь важно сказать вот для этих функций да конечно можно использовать смарт-поинтеры но при появлении новой возможности языка такое как перемещение это оказывается не всегда нужно это первый момент второй момент который здесь не очевиден и для того чтобы продемонстрировать я как раз должен включить конфигурацию релиз и попробовать запустить посмотреть что получилось в первом случае можно видеть то есть вызывается функция get без параметров внутри нее создается экземпляр класса и дальше он возвращается из функции то есть то что мы видели сначала оператор преобразования типа конструктор преобразования типа и дальше оператор перемещения а в конфигурации релиз конструктор перемещения пропал чудо ну конечно нет можно ограничиться размышлением на эту тему сказав что хитрый компилятор все оптимизировал и все хорошо но здесь можно добавить конечно еще следующее есть в стандарте специальная технология которая именно указывается для компилятора как не как даже рекомендуемая а как обязательной технология которая называется RVO Return Value Optimization и суть ее заключается в том что для локальных переменных которые возвращаются из функции если компилятор это может сделать он для локальных переменных выполняет оптимизацию которая заключается в создании этой переменной там куда она будет возвращена то есть в данном случае здесь компилятор таким образом организует работу с переменными что он создает переменную вот здесь в области видимости после компиляции никаких областей видимости уже нет наверное он ее делает так чтобы она существовала на момент возврата из функции и сразу туда помещает значение то есть если мы дальше с этой переменной не жонглируем этими переменными а вот сразу так выполняем операцию то она сразу будет создана здесь и все будет нормально будет вызван всего лишь один конструктор можно попробовать такую же операцию провернуть например здесь тоже локальная переменная пробуем вызывать да что такое опять не хочет и видим что ничего не получилось то есть во втором случае было выполнено конструирование объекта но возврат значения привел все равно к операции перемещения хотя эта операция перемещения кстати у нас произошла вот здесь нет все нормально все нормально отработал давайте попробуем выполнить операцию копирования для того чтобы более четко понять выполняется у нас операция перемещения или нет нет не выполняется то есть когда я готовился к ролику я хотел этот пример использовать для объяснения в каком случае не может может не работать операция технология рвова поэтому придется наверное мне проговорить словами и уже после офлайн проверить эту теорию в данном случае все тоже сработало то есть несмотря на то что у нас переменная здесь пришла извне в результате она попала все равно в локальную переменную и компилятор нормально выполнил операцию реализацию технологии рвов и создал переменную сразу там где она появится после вызова функции все произошло хорошо значит но тем не менее возможны ситуации когда у нас технологии рвов не отрабатывают например если внутри функции у нас создаются разные переменные и они в зависимости от работы алгоритма вызываются то одна то другая то третья тут все зависит от компилятора все зависит от компилятора какой-то компилятор может с этим справиться какой-то нет поэтому я сейчас не буду тратить время на то чтобы подбирать нужную конструкцию наверное оффлайн я это проверю и возможно в каких-то роликах в качестве некоторого оффтопа покажу этот пример чтобы все-таки продемонстрировать такой вариант но это поведение зависит от компилятора и поэтому надеяться на то что любой компилятор вам реализует эту технологию вот таким образом нельзя и в общем-то один из советов который можно дать здесь опять же я вас отсылаю за подробностями книжки Страуструпа и он советует и не только он в других статьях советует о том что использовать вот эту конструкцию надеяться на работу технологии РВО нужно в том случае если вы уверены что ваш компилятор с этим справится если нет по умолчанию в стандарте прописано что если нет возможности реализовать данной конструкции технологию РВО по умолчанию применяется операция перемещения и это опять-таки объясняет почему здесь не нужно ставить конструкцию MOVE это важный момент который тоже является нюансом он не сразу приходит в голову если невнимательно читать ну или не читать стандарт а читать там какие-то просто обзоры не сразу можно об этом догадаться мне кажется это будет интересным для тех кто про это не знал и крайний момент о котором хотелось бы рассказать это рекурсивный вызов то есть в общем-то можно подумать что рекурсивный вызов функции может как-то повлиять на результат на самом деле он не сильно влияет то есть в данном случае вызывается две функции и результат предыдущий передается в следующую ну здесь мы видим два оператора перемещения что в общем-то и ожидалось то есть вот в данном случае поскольку у нас это не локальная переменная то rvo не работает но она все-таки у нас приходит сюда дальше выполняется оператор перемещения при возврате из функции но это это значение передается в следующую и там опять-таки выполняется операция перемещения то есть ничего в общем-то здесь экстраординарного нет все работает так как ожидается но все же операции перемещения количество их накапливается с рекурсивным вызовом и это конечно не операции копирования не такие дорогие но все же операции поэтому об этом тоже стоит помнить и в общем-то добавление конструкции forward может кому-то показаться что это спасет положение не спасет давайте все-таки это проверим не спасло потому что forward опять-таки ничего не делает экстраординарного по сравнению с операцией мув в каком-то смысле он даже более мягко относится к тому что приходит ему в качестве параметра в итоге все равно максимум чего мы можем добиться это перемещение поэтому такая конструкция ничего нам не даст и все равно количество операций перемещения при рекурсивных вызовах они будут накапливаться вот то что я хотел в сегодняшнем ролике рассказать надеюсь что эти нюансы с которыми я столкнулся ну не скажем так не то чтобы я до этого это не представлял но все-таки как мне казалось до того как я написал вот эти примеры понимал не вполне четко не вполне четко этот пример позволил мне сформировать в голове более ясную и однозначную картину того как что происходит надеюсь что это будет полезно не только мне а и кому-то еще поэтому на сегодня мы заканчиваем и я очень рассчитываю на то что дальнейшие ролики будут выходить и они будут посвящены как в библиотеке Qt так и другим темам касающимся программирования на языке программирования C++ а на сегодня все всем счастливо а на сегодня я